Всем привет! Меня зовут Анастасия Коваленко и я сейчас покажу еще одну супер короткую, быструю зарисовку, которую можно сделать на крафте с помощью совершенно небольшого количества материалов. Я буду рисовать цветок и, кстати, наверное, переверну блокнот и начну с того, что приблизительно набросаю себе, где и как у меня будут располагаться лепестки. Возможно, сейчас на видео почти не видно, что я рисую, но как только у меня наметится приблизительное расположение всех лепестков, я сразу сделаю карандашный контур гораздо более четким и видимым, поскольку я не могу его стереть, я делаю изначально так вот его совсем слабым. И вот отсюда выходит еще один большой лепесток, здесь он заканчивается, там будет еще один, но не совсем то, что нужно, получился очень вытянутый цветок. Нужно попробовать его сделать немножко более сплюснутым и, учитывая эти моменты, я сейчас сразу начну потихоньку делать уже более четкий контур. Надо не забыть, что здесь в середине у меня есть такие мохнатые белые усики. Я не знаю точно, что это такое у фиалки или это анютина глазки. Я иногда их немного путаю. Делаю не совсем ровный край. Здесь очень интересные завитки у цветка, которые тоже добавляют какой-то возможности интерес по-разглядывать работу. Здесь нижний лепесток он так немножко подгибается, потом расширяется с небольшим таким как будто перевернутое сердечко. Ну, мне, в принципе, вроде бы удалось немного цветок сплющить относительно того, как он был. Я пока не уверена, стоит ли прорисовывать стебель. Думаю, что сейчас на этом можно закончить и перейти сразу к покраске маркерами. Начну я со светлого цвета. Сразу тоже буду его показывать. Он такой розовато-фиолетовый, хотя, конечно, на самом деле на крафте это не так сильно заметно. Приобретает немножко специфические оттенки. И особенно коричневый цвет бумаги, конечно, гасит такую насыщенность цвета. Я стараюсь идти прокрашивать по форме лепестка, чтобы в том случае, если у меня какие-то будут погрешности в заливке, если какие-то полосы останутся, чтобы они наоборот шли мне только на руку, как бы подчеркивая прожилки на лепестке цветка. Можно кое-где-то пройтись еще даже по второму разу. Лучше это сделать ближе к серединке, где в любом случае лепестки, как правило, более темные, поскольку цветок углубляется внутрь и может быть немного по краям. Дальше у меня следующие лепестки немного другого оттенка, они более синие, но вот здесь по краям еще есть небольшие отцветы такого розовато-фиолетового. Я пока что добавлю их тоже, потом, возможно, проработаю отдельно эти места с помощью карандаша. Здесь можно чуть-чуть снизу. Пока что я откладываю этот маркер, беру следующий, он немного более насыщенный фиолетовый. Даже довольно сильно, я бы сказала. И то же самое по форме лепестка. Я начинаю делать заливку. Единственное, я не довожу здесь уже цвет до конца, поскольку мне его нужно немного размыть. ближе к краю у меня будет более розовый цвет. И нижний он почти весь, на самом деле, такой вот прям. Достаточно темный, насыщенный. Я там правда вижу еще больше какого-то голубого даже немножко. Может быть, тоже сейчас попробую добавить его с помощью карандашей. Не очень удобный для работы формат, узкий, но интересный тоже, на самом деле. И здесь я оставляю небольшую часть, ближе к серединке, не закрашенной, потому что мне туда нужно привнести немножко желтого. Я не уверена, что все-таки карандаш на такой темный цвет хорошо ляжет. Сейчас я возвращаюсь к предыдущему розово-фиолетовому, чтобы немного сгладить такой резкий переход. Прохожу еще раз, как видите, немножко даже захожу туда уже, прям ближе к середине. Аналогично с другой стороны поступаю. И снизу на нижнем лепестке тоже самое. Делаю все это широким наконечником, но гораздо больше в этом плане возможностей по размытию границ. Кистью это делать было бы немного дольше и менее удобно. И даже вот еще раз я здесь пройдусь. Я бы даже сейчас вернулась вот к среднему фиолетовому, который я уже использовала. И кистью от середины наружу небольшие прожилки расставлю. Так, теперь я перехожу к самому темному фиолетовому. Он у меня на крафте выглядит даже коричневым скорее, чем фиолетовым. И здесь мне нужно тоже от середины расставить такие прожилки по форме моих лепестков. Не очень сильно заметно получаются прожилки. Можно кое-где пройти по второму разу. Может быть есть смысл даже немного подождать, пока у вас подсохнет первый слой маркера. Когда бумага будет уже сухая, то следующий слой чернил будет немного меньше, не будет так сильно растекаться. Он будет более четким становится. Ну, примерно как-то так. Дальше я вижу смысл уже перейти к карандашам. Я начну с желтого. Мне нужен такой насыщенный желтый цвет сюда, на серединку. Действительно, он немножко по фиолетовому не так хорошо ложится, как хотелось бы. Поэтому хорошо, что я оставила незакрашенное пятно. Сейчас я пройду немного белым. Во-первых, вот эти усики здесь у цветка. И потом кое-где просто проставить белым цветом акценты, подчеркнуть. В некоторых местах складки можно обозначить толщину лепестка. Даже можно еле-еле нажимая на карандаш. Небольшую штриховку от края вовнутрь. Это тоже подчеркнет такую структуру не совсем ровную. Подчеркнет то, что там есть складочки. Вот эту часть я высветляю. У меня там две складки. Здесь тоже совсем небольшими штрихами можно подчеркнуть. Без сильного нажима на карандаш. Чуть-чуть пройти по краю тоже. Здесь можно достаточно такую яркую белую линию нарисовать. Толщину верхнего лепестка тоже я подчеркиваю, что она у него есть. Она более светлая. И уже без сильного нажима. Немного увожу штрихи ближе к середине. Но все еще двигаюсь по краю лепестка. Примерно так. Сейчас я попробую добавить немножко голубого, которого мне не хватает. Возможно, он будет очень укрывистый. Я прям еле-еле нажимаю на карандаш. Это делаю, чтобы не добавить прям очень активных ярких пятен. Я прям, чтобы вы понимали, вообще совсем чуть-чуть нажимаю на карандаш. Так, немного вот здесь. Тут, кстати, я не проработала складочку. Она немножко странно смотрится. Так. Наверное, чуть ближе к середине каждого лепестка я проставила небольшие голубые пятна. Сейчас я уже по некоторым прохожу с чуть большим нажимом. Может быть, даже попробую какой-то фиолетовый, очень насыщенный прям цвет. Я уже раз добавила. Мне придется сейчас его чуть-чуть тоже ввести в работу. Просто чтобы у меня он, раз в одном месте уже есть, может, не бросался в глаза одним пятном, я распределяю эти пятнышки по всему цветку и маскирую так свою ошибку. Я, на самом деле, не собиралась такое активное пятно добавлять. Примерно так. И, ну, я здесь какие-то делала рисунки изначальные. Но, конечно, они сейчас немного мешают. Так, еще вот эту вот складочку надо вернуть. И сейчас попробую просто немного закрасить. Все равно остаются линии. Может быть, даже есть смысл их подтереть. Если карандаш позволит. Не очень хорошо получается. Хотя здесь в некоторых местах гораздо лучше. Тем не менее, небольшой фон все равно я здесь задам карандашом. Чтобы на меня не был какой-то прям супер ровный, квадратный. Я кое-где пролисовываю просто отдельные пятна. И теперь мне хочется еще по диагонали, чтобы как-то равновесить. Здесь вот тоже немножко добавить зеленого. Чтобы у меня не было просто внезапно и ниоткуда зеленое пятно. В принципе, можно даже попробовать что-то вроде стебля прорисовать вниз. Добавить немного, допустим, белого по внешнему контуру. С сильным нажимом. Может быть, даже есть смысл белой гелевой ручкой проработать этот момент. Можно добавить какие-то небольшие белые пятнышки, кружочки, штришочки. Опять же, чтобы работу было интереснее рассматривать. Можно уже убрать давню-давнюю подложку. Ну, примерно вот такой супер быстрый набросок буквально за 15 минут получился. С помощью трех маркеров и не помню какого количества карандашей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok